Чтобы не гнуть спину на грядках на прополке, хорошей альтернативой этому процессу будет мульчирование. Это поверхностное укрытие почвы для защиты ее свойств, сохранения влаги и полезных веществ. В качестве мульчи можно использовать самые разные материалы, как органического, так и неорганического происхождения. Самыми популярными будут скошенная трава, солома, древесные щепки или опилки, галька, хвоя, гравий и другие материалы. Сегодня под мульчой подразумевается любой защитный слой для почвы. Если вы выберете мульчирование камешками, то получите важное преимущество в засуху. Нагретый воздух будет встречаться с холодными камнями, на них будет выпадать роса и таким образом каждое утро будет происходить сухой полив растений. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве, предотвратит перегрев почвы в летнее время и промерзание зимой, защитит от попадания брызг с возбудителями болезней, защитит почву от эрозии, предотвратит корку на почве, улучшит рыхлость почвы, но самое главное защитит землю от появления сорняков. Для грядок лучше всего подойдет выкошенная трава и солома, при разложении они будут выделять много азота в состав почвы. А мульча из хвойных иголок поможет нормализовать показатели кислотности. Для дорожек лучше всего использовать гранитную крошку или мелкие камешки, которые прослужат гораздо дольше, чем органические виды мульчи. На клумбах лучшей мульчой будет щепа или кора деревьев, особенно для плодовых кустов и деревьев крупная щепа подходит идеально. Такая процедура, как мульчирование поможет вам сэкономить свое время и не гнуть спину на грядке в поисках сорняков и при их удалении. Это доступный, простой, экологически чистый способ удаления сорняков.